Всем привет! Данный выпуск будет посвящен вампирам. Вначале я расскажу как стать вампиром, а потом мы излечимся от вампиризма. Вот мы два брата-акробата. Ну что ж, нам нужно стать вампиром. В принципе это не самое сложное, это легко. Когда вы будете выполнять квестовые задания, однажды, так случайно, вы попадете в одну из пещер, и там вас заразят вампиризмом. Я думаю, 100% любой, кто проходил Скайрим, он когда-нибудь заражался вампиризмом. Смотрите, вот есть самая такая удобная пещерка, вот она, пещера Лунный Бор. То есть мы можем телепортироваться в этот город, Солитюд, и потом пешочком добежать до нее. Это получается пещера отдельного клана вампиров, Лунный Бор. Но есть и другие кланы, например, где-то здесь еще недалеко есть. Где-то здесь рядом есть еще. Но мы пойдем в эту пещерку. Давай тогда сейчас мы телепортируемся. И потом пройдемся пешочком. Там нам нужно будет заразиться. Я вам потом еще расскажу подробнее. Так, сейчас, секунду, поставим. Нет, нет, маркер. Телепортироваться мы не будем, мы пойдем пешком туда. Ну что ж, let's go. О, здравствуйте. Ну ладно, шли за одним, пришли за другим, хорошо. Так, где-то я слышу у нас враги. Хорошо, у нас много врагов. Что-то все желтое, зеленое. Ладно, сейчас я убиваю дракона, идем дальше. Так, все, идем дальше. Немножко нас потревожили, но ничего страшного. Нам нужны драконы, потому что я хочу сделать доспехи моему напарнику. Из костей дракона. И чешуи. Все, бежим, бежим, бежим в пещерку. Люблю я входить в пещерку. Вот она недалеко. Так, давайте поможем нашему герою немножечко. А то он подустал. Так, заметьте, да, здесь вот такой своеобразный вход в пещеру. То есть еще надо его найти. Получается, с этой стороны надо обойти, и там мы увидим деревяшка. Вот они лежат. И вот сейчас слева будет вход. Вот он, вход наш. Кстати, да. Сейчас подойдем, давайте. Я сейчас тогда распрощаюсь своим напарником, потому что мне будет неудобно с ним. Но это не обязательно. Все, пока, давай, свободен. Потому что, видите, в чем минус? Если мы сейчас пойдем с ним, он будет убивать вампиров. Это нам не нужно. Нам все равно этих вампиров. Нам просто нужно, чтобы они нас заразили. Я вам расскажу, как нужно заражаться. Для начала, здесь просто будут у нас два волка, да? Я вот не знаю, сможете вы убить двух волков или не сможете. Ну все, вы не сможете убить волков. Да, господи, сдохни уже. Если не сможете, то можете чит и юзать. Ладно, это был сарказм. Все, вот наше место. Сохраняемся. Ф5, Ф5. Смотрите. Шанс, что нас могут заразить 10%. Заражение происходит от магии высасывания жизни. Но срабатывает именно, когда только начинается. Видели? Началось, мы отходим. Не нужно стоять все время под этой магией. Смысла нету. Давай. Видите? Не получилось. Отошли еще раз. Я не блоха, подождите. Давай. Заразиться, в принципе, не сложно. Вот, давай, давай, так. Слишком много сагрилось, конечно, это вот минус. По идее, должен был быть один человек. Ну ладно. Вот. Все, вверху слева. Вы подхватили сифилис. Все, уходим, короче. Мы свое дело сделали. Я мог бы их убить, но смысла нету. Я потом все равно буду загружаться. Все, уходим, уходим, уходим. Сохраняемся. Все. Первое дело мы сделали. Мы зародились вампиризмом. Но, заметьте, мы еще не вампир. Кто-то там стоит. По щам ему дать хочется. Ну ладно. Ради вас я не буду его унижать. Мы еще не вампир. То есть у нас прибавляется активный эффект. Вот на самом низу. Сифилис называется, да. Уменьшает здоровье на 25. Но, чтобы стать вампиром, должно пройти 72 часа игровых, само собой. То есть через 72 часа у нас начнется первая стадия вампиризма. Всего в игре 4 стадии. Там первая стадия дает нам эффекты, вторая эффекты, третья эффекты. Самая страшная стадия, это четвертая. Когда у вас будет четвертая стадия вампиризма, вас будут все бить. Это вот большая проблема. Абсолютно все. То есть вы пойдете в какой-нибудь город, на вас будут нападать стражники. Но, чтобы избавиться от четвертой стадии, вам нужно выпить кровь. Пить кровь можно только у спящих. То есть спит человек, вы нажимаете краса, подходите и кушаете. Пьете его кровь. Кушаете его мясо, пьете кровь. И все, и профит. Когда вы пьете кровь, у вас будет стадия спадать до первой. И потом опять, когда вы долго не будете кровь пить, опять будет. Кстати, каждая стадия, новая стадия появляется через 24 часа. То есть прошло 72 часа, у вас появилась первая стадия. И потом через 24 часа появится вторая, потом третья, потом четвертая. Ну что ж я это говорю, давайте тогда мы это и сделаем. Я вам покажу где-нибудь в домике, давайте, на улице, потому что долго будут перематывать. И там какие-нибудь проблемы будут, кто-нибудь нападать будет, это будет бесконечно. Поэтому, так, уберите гориллу с моего экрана. Поэтому сейчас пойдем в домик. Вот. Но это пока не то. То есть просто вы чувствуете жажду, бла-бла-бла. В этом городе сейчас будут драконы летать, да? Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас пойдем вот сюда вот, в любой домик. Например, в этот, хижина. Хижина драурга. Драматурга. И сохраняемся. Ф5. Смотрим. Все, женщина, не трогай меня, у нас свои дела. Я хочу стать вампиром, не мешай. Смотрим. У нас активные эффекты. Сифилис, 25 единиц здоровья. Я уже показывал вам. Начинаем. Должно пройти 24 часа. Я буду перематывать, давайте. Чтобы вам долго не ждать. Оп. 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 Все. Прошли первые 24 часа. Но этого мало. Теперь еще 24 часа. И я, само собой, перемотаю, давайте. Еще 24 часа прошло. Мало. Наш, еще ждем. Это, получается, будет 60. Все. Это последние 24 часа, по идее. И. Покс. Ок. Смотрите, еще самое важное, да? Когда вы будете перематывать время, чтобы специально стать вампиром, или время уже прошло, эффекта не будет, пока мы не двинемся. То есть прошло 72 часа, видите, да? Все, я двинулся немножечко, мы стали вампиром. Это первая стадия. Просто может быть такое, что вы будете перематывать время, а вампиром вы не встаете. То есть стадия первая не появляется. Это потому, что должно пройти 72 часа, и вы должны подвигаться немного. Смотрим. Нам прибавляется, во-первых, активные эффекты. Видите, труднее обнаружить нас. Потом уязвимость к огню. Но это логично, мы боимся солнца и другого огня. Не забывайте, что еще драконы дышат огнем. Это будет не очень приятно. Появляется сопротивление, холоду, болезням. И вот, заклиняли на школу иллюзии лучше у вас работают. При этом, таланты. Видите, пока у нас два таланта, но с каждой стадии все будет улучшаться. Зрение вампира, ночное зрение, и слуга вампира поднимает мертвеца. Все, у нас первая стадия. Теперь мы давайте вторую стадию. Проходит 24 часа. Мы не пьем кровь, появляется вторая стадия. Ваша сила вампира растет вместе с галодом. Добавлено обольщение вампира. Ну, так себе талант, ну ладно. Это у нас талант, да. Активные эффекты, видите, у нас они усиляются. То есть увеличивается сопротивление яду, холоду. То есть, видите, она процентно увеличивается, увеличивается, увеличивается. Также добавлен новый талант. Вот она, обольщение вампира. Абсолютно бесполезная вещь. Люди уровня 10 и ниже. Здесь никого уже 10 уровня нету, поэтому бесполезная вещь. Все, мы второй стадии вампир. Да, нам нужна теперь третья стадия. Опять 24 часа ждем. Пукс, 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 пукс. Все, отлично. Все, это у нас третья стадия уже. Активные эффекты, видите, стало по 75 холоду, было 50 холоду. И таланты. Пока у нас роль таланта не прибавляется, уже на четвертой стадии прибавится талант. Это будет невидимость и еще ночное видение. Не нравятся мне твои глаза. Какой-то в них странный вид. Смотрите, все, давайте я тогда сниму шмот. Он нам, в принципе, не нужен, нас это убить не будет в этом году. Да, так, что мы все снимем, давайте. Опа, опа, и оружие. Нет, оружие мы оставим. Вот, видите, меняется наш герой, то есть у него меняется кожа и глаза ведь становятся красные. Также, когда герой говорит, у него будут клыки. Ну, он сейчас говорить не может, но ладно. Ну, все. То есть сейчас мы стали вампиром, да? Все, мы для этого сделали. Теперь давайте я покажу, как избавиться от вампиризма. Сохраняемся. Давайте выйдем на улицу, погуляем. Нас сейчас, в принципе, никто трогать не будет. Всем все равно. До четвертой стадии. Мы гуляем, жизнь прекрасна. Сейчас скажу, что я голый. Да, да, мы не будем одеваться. Все, смотрите, что у нас дальше, да? Теперь, как избавиться. Кстати, в Обливиен тоже был вампиризм, и можно было избавиться. Я даже помню, где это был. Где-то был Десявод. То есть представим, что это карта Обливиен, и где-то в этом месте там были много деревьев, да? Какая-то тундра. И там был какой-то домик. Ну, мы все говорим про Скайрим. Мы не зря пришли именно в этот город. Чтобы избавиться от вампиризма, в любой момент вы можете избавиться. Хоть на первой стадии избавиться, хоть на последней. Но! Я вам забыл кое-что сказать. Смотрите, когда вы заразились, помните, я вам показывал, у меня там было заражение с сифилисом, да? Я вам сказал, что через 72 часа вы станете вампиром. Но! Когда вы заразились, вы можете легко излечиться. Пойти там к любому алтарю и заюзать его. И все! Вы вылечены! То есть, после заражения у вас есть 72 часа, чтобы излечиться от вампиризма просто у любого алтаря. Если вы не успели, вы станете вампиром. И уже просто излечиться у вас не получится. Все! Я все сказал? До свидания! Ладно! Как теперь мы должны излечиться? Вот нам нужен именно город Морфол. Хотя, есть два варианта, как можно излечиться. Первый вариант, ну, такой самый, бредовый, но, может быть, вам нужен будет этот вариант. Можно вступить в соратники, да, которые находятся здесь вот у нас. Вот они. Сорутники. Сотрудники. Сотрудники. Можно вступить в сотрудники, да? В соратники. И там вы станете вервольфом, да? И все. То есть вы будете вервольфом, и у вас не будет вампиризма. Одно заменяет другое. Но это слишком долго, и очень долго, короче, забейте. Второй вариант, я вам покажу сейчас, самый быстрый вариант. То есть вы заразились на любой стадии, в этот город нет никакого смысла идти с четвертой стадии. Поэтому, когда у вас четвертая стадия, например, или третья, вы просто поедите кого-нибудь там, ночью найдите, кто спит. Попейте крови, и у вас будет первая стадия. Все. Так, мы идем в Морфол. Мы пришли туда уже. Вот он, наш город. Теперь, чтобы все получилось, нам нужно найти таверну. Без таверны у нас ничего не получится, как ни странно, да? Ну, здесь таверна два шага. Почему таверна? Потому что нам нужно поговорить с человеком, с любой, любая таверна, абсолютно в любом городе. Нам нужно поговорить, вот, кто там, как его зовут, трактирщик, тракторист. с любым вот этим вот человеком, кто в таверне работает, и она скажет, а, и спросить нужно, смотрите. Только предложить мне особо нечего, но если хочешь переночевать на сухой постели, я могу сдать тебе комнату. Все, давай, не надо мне до комнаты. Мы подходим в любой таверне к начальнику, ну вот, типа, к этой женщине, да? Как же называется? Я не могу вспомнить. Трактировщик? Ну, вы поняли. И самое главное, у нее нужно спросить, что-нибудь слышно в последнее время? Говорят, Фалион из Морфола изучал вампиров, драугров и другую нежить. Опа! До встречи. Значит, это новое задание. Давайте мы поставим новое задание. До встречи, она сказала. О, братюня, давай. Чё-то как-то он плохо играет. Ну ладно, пойдёмте. Так, сохраняемся. Всё, идём. Всё. Мы сходили к трактировщику, трактирщику, трактористу. Поднимаем цветочек и идём дальше. Куда ж нам теперь надо идти? А куда ж нам надо идти-то, а? А куда же идти? Я не вижу. Куда идти? Куда, а? Вот он, он уже здесь. Вообще, это случайно, что он здесь. Да, вам нужно идти к нему домой. Вообще, обычно. Это повезло, что он здесь ходит. То есть, этот мужик, он живёт в этом доме. Вот здесь вот. Заметьте. Видите, здесь написано адепт. Ну, то есть, замок стоит, да? Не смысл его ломать. Если его сломаете, да? Мужик с вами просто говорить не будет в любом случае. Поэтому ждите, пока он будет к вам расположен. Блин, вонючий этот дракон. Мужик, дай поговорим. Останьте от меня. Ну, мужик. Всё, смотрите. Подходим к этому мужику. Теперь. Да, Господи, Иисусе, стой. Говорят. Нет. Вот. Многое ведомо. Я изучал вещи, недоступные большинству смертных. Странствовал по планам Обливиана. Видел вещи невиданных. Я говорил с Даэдра. Да, да. А шо? Я знаю достаточно, чтобы узнать вампира там, где другие увидят только человек. Быстрее, говори уже. Я ищу лекарства. Многое ведомо. Для ритуала нужен наполненный чёрный... Когда у тебя будет наполненный камень, приходи ко мне, и я проведу ритуал. Смотрите, вот он говорит, что нам нужен наполненный камень душ. Чёрный камень душ. То есть, чёрный камень душ, он принимает души людей. Тупой дракон, как ты меня застал. Я ненавижу тебя. Остань от меня. Стой. Теперь смотрите. Вам не нужно искать камень душ. Всё делается просто. Подходите. Да, смотрите, видите, сейчас немного по-другому. Поэтому я говорю, что лучше ждать, когда он будет дома. Ладно, сейчас я дракона убиваю и включаю. Заколебал он меня. Ну, смотрите, всё, продолжаем. Мы приходим к этому мужику. Если он будет в доме своём, да, мы сможем с ним торговаться. Там мы сможем купить у него чёрный камень душ. У него две штуки будут продаваться. И заклинание захват души. Я думаю, вы умеете захватывать душу в игре, да? Если, например, он не в доме, как сейчас, мы можем просто сразу купить чёрный камень. Я не стал бы продавать его кому попало, но для тебя сделаю исключение. Но цена, которой пока абсолютно бесплатная... Вот, всё. Он нам продал камень душ. Тупой этот дракон. Он просто улетел. Сейчас я его убью. Ненавижу. Всё, смотрите. Вот, мы сейчас у него были. Он сказал, что ему нужен чёрный камень душ, в котором будет чья-то душа. Ну, собственно говоря, нам нужно кого-нибудь убить, правильно? Ну, вы можете убить там любого бандита. Я пойду сюда вот. Мы пойдём сюда вот. Кстати, здесь, знаете, такая забавная вещь, так сказать? Когда я сюда первый раз вошёл, чтобы то же самое сделать. Здесь живёт одна интересная барышня. Да, господи Иисусе. Она интересная барышня. Как вы думаете, какая? Сейчас вы увидите, какая. Подождите, это не барышня, это не то, немного. Стоп, подождите. Чёрт, а где эта барышня-то? Я убил кого-то, я не знаю, кого. Давайте подождём тогда, может, она придёт. Вот она. Кто ты? Теперь мне придёт... Не стоило сюда приходить. Давайте, кто она? Она не просто человек. Так, всё. Ну, у меня... У меня не просто кинжал, да? А смотрите, а почему у неё эта красная такая фигня? М? Чего вдруг? Чего вдруг она высасывает мои жизни? Как вы думаете? А потому что она вампир. Забавно, правда? То есть в двух шагах, да, живёт вампир. Всё, мы убили её. Но я говорю, вы можете убить любого бандита. То есть вам нужно иметь какое-нибудь зачарованное оружие, да? Или выучить там том заклинании, да? Захват души. Или иметь оружие, которое зачарованное на захват души. И захвачиваем. Ну, я думаю, вы умеете это делать. Не мне вас учить. Всё, мы захватили душу. Смотрим, да? Разное. Чёрный камень душ. Вот. Чёрный камень душ. Заполнено. Уровень души великий. Я потом сделаю отдельный видос про души. В чём разница и так далее. Всё. Мы сделали, правильно? Нам сказали, возьми чёрный камень душ и засунь туда душу чью-нибудь. Мы это сделали. Мы купили у него камень душ. Пошли и убили ближайшего вампира. Возвращаемся. Блин. Тут похуй, что у него закрыта дверь, конечно. Ну, ждём, ждём. Так, надо быстрее. Мы можем скоро стать вампиром. Четвёртая степень может появиться. Давай, мужик. Нет, ломать смысла нет. Всё, пробуем. Вот. Если бы вы первый раз к нему пришли, так, видите, у него будет что есть на продажу. Давай. Кстати, если вы будете вампиром четвёртой стадии, он тоже вас будет бить вместе со всеми. Всё, идём. В принципе, десяти недалеко. Да, кипит на солнце. Кстати, заметьте, что в Обливион, когда мы были на солнце, у нас отнималось хп. Здесь такого нет. Здесь просто отнимаются характеристики. Вот. Светобоязнь. Маги, запас сил, не восстанавливаются и снижаются. Но хп у нас не отнимается, то есть мы можем спокойно бегать. Всё, бежим, куда он вам сказал, к алтарю. Это всё, в принципе, легко. Кстати, заметьте, ещё здесь есть такой баг интересный. Поэтому надо сразу приготовьтесь, да, сохранитесь. Вот этот вот мужик, который по сценарию, да, он может из одного краба, короче, застрять. И потом у вас не получится выполнить сценарий. У меня такого ни разу не было, но у меня друзья рассказывают, что есть такой баг. Поэтому тоже вы будете к этому готовы. Вот, всё, пришли мы к алтарю. Вот мы стоим. Нужно теперь его ждать. Но, видите, уже как бы рассвета, скорее всего, придётся его долго ждать. Просто перематываем там по часу, по два часа. Вот, лучше всего. Но мы пришли уже на рассвете, поэтому, скорее всего, придётся ещё сутки ждать. За это время, скорее всего, у нас уже будет четвёртая стадия. Я надеюсь, это не помешает. То есть, у вас сразу появится надпись. Так, сейчас ночь. Всё, ждём, ждём, ждём. Но лучше всего подождать примерно от 2 до 4 АМ. То есть, по-разному что-то происходит. Сейчас у нас 2 АМ, 3, 3 и 4. Опа! Поговорить с Фалионом. Здравствуйте. Приступим. Я призываю царство Обливиана. Взываю к тем, кто нам не предки. Внимите моей мольбе. Как в смерти заложена новая жизнь, так в Обливиане начинается то, что закончилось. Я призываю вашу силу. Примите наше подношение. Эту душу. Как с восходом солнца уходит ночь. Вынь эту душу из мрака. И вдохни жизнь в это существо. Ритуал закончен. Дома ходи, в чём мать родила, сколько влезет. Всё. Мы сделали своё дело. Проверяем. Активные эффекты. Всё, всё пропало. То есть мы теперь не вампир. Вот такая вот история. Я за короткий промежуток времени постарался вам показать, как стать вампиром. Постарался всё рассказать про вампиризм. Ну и увидели, как легко избавиться от вампиризма. Всё, что нужно найти одного человека. У него же покупаем всё, что нужно. Рядом же есть девушка-вампир. Её убиваем. С ней, по-моему, сюжетка нет. А может и есть. Или убивайте бандита. Захватываем душу. Идём к нему. Встречаемся. Кстати, ещё обратите внимание, что видите, я всё успел сделать. Но, насколько я знаю, например, если у вас была третья стадия, да, вы пошли к нему, он назначил вам встречу здесь. И вы перематывали время, и у вас настала четвёртая стадия. И вот, если у вас настала здесь четвёртая стадия, то он, скорее всего, не придёт. И вы уже не сможете с ним разговаривать. Вам придётся ждать. А не ждать, а вам придётся кровь пить. Другого варианта нету. Потому что, когда у вас четвёртая стадия, то уже не получится этой фигни. Только я знаю, у меня до этого такая тема была. Что на четвёртой стадии он просто уже потом не приходил. И когда ты к нему приходишь, то он начинал с тобой драться. Поэтому, если у вас не получилось, то идите, пейте кровь, сбрасывайте стадию и ещё раз идите. Время примерно 2-4 АМ, как я уже говорил. Вы должны здесь стоять. Всё. Всем пока.